друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал на ютюбе оставлять ваши комментарии в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки друзья это лучшая мотивация для всех кто для вас готовит контент сегодня как и обещал на нашем канале появится ролик о перспективах американского фондового рынка буквально за несколько дней до выборов и ролик с анализом того что может произойти с nasdaq am s&p доу джонсом после того как 3 ноября выборы окажутся в истории и мы будем ждать итогов того кто же все-таки займет в штатах президентское кресло байден или трампа точно друзья ролик явно будет интересен тем кто работает с фондовой секции кому в принципе важно знать как политическое событие в сша важнейшее возможно под закат 2020 года может отразиться на динамике этих рисковых инструментов ну а перед тем как все-таки мы тотально переключимся на выборы я даже не уверен то что нам удастся тотально переключиться на выборы потому что сейчас а из каждого утюга в прямом смысле мы слышим о к виде о пандемии о коронавирусе локдаунах ограничениях запретах и изоляции которые масштабы которые имели место быть уже в начале двадцатого года мы помним как все это отражалось на динамике рисковых инструментов тогда действительно был прецедент никто не знал что будет дальше как мировая экономика как власти региональные мировые мировых центральных банков денежные будут бороться с этим сейчас есть уже определенный опыт друзья я советую вам не сеять панику не разделяйте вот эти вот массовые убеждения того что дальше все будет предельно просто и понятно в плане обвалы рисковых инструментов потому что дальше будет точно такой же локдаун как было в начале двадцатого года реакция рынка сейчас с одной стороны оправдана трейдеры паникуют переживают из-за того что германия и франция уже анонсировали месячный локдаун он на не такой жесткий как прошлый но все-таки чего-то ведь должно было начинаться если возможно обстановка не улучшится то могут ввести более жесткие ограничения касательно европейской валюты я хочу обратить ваше внимание друзья то что сейчас евро обоснованно снижается из-за влияния а второй волны к виду потому что прогнозы о перспективах экономического роста вот не будем сейчас распыляться на прочей европейской экономике коснемся вот непосредственно германии франции где везет этот месячный локда если оценить то как он повлияет на ввп то в четвертом квартале экономика германии может потерять от 1 до 2 процентов экономика франции до 4 процентов то есть уже вырисовывается перспективу какой-то глубочайшей рецессии выбраться из нее не удастся даже года до 24 25 это при том что к концу года ситуация должна выправиться улучшиться фактором давления на курс европейской валюты сейчас выступает укрепление доллара потому что вот так вот сложилось и общественное популистское мнение о том что сейчас самый лучший актив это доллар я лично если вас интересует именно моя такая долгосрочная индивидуально инвесторская активность я на вот этих настроениях которые сейчас на рынке присутствуют ставку делаю на восстановление позиции золота как защитного инструмента чем глубже опять же мы видим как этот актив снижается от каждого более-менее значимого уровня поддержки я увеличиваю эту длинную позицию потому что я прекрасно знаю как этот инструмент будет работать со сложившимся глобальным фоном после того как начнет улучшаться ситуация с к видом у нас есть опыт друзья вспомните как вел себя доллар в марте и апреле вот февраль-март-апрель то есть когда мы говорили о первой волне к вида доллар тогда тоже очень сильно укрепился прямо откройте дневные графики индекс доллара и посмотрите американская валюта очень сильно выросла но после того как власти анонсировали меры экономической поддержки стимулирования доллар развернулся и очень быстро оказался в числе аутсайдеров то же самое может произойти сейчас когда появятся первые новости не может а точно произойдет когда появятся первые новости о достигнутом плата по количеству заболевших я верю в это потому что ну вот так вот продолжаться вечно не будет и как только сша анонсирует пакет экономических стимулов на 2 триллиона долларов вы увидите точно такую же активность на финансовых рынках только уже со ставкой не на рост доллара а на его падение надеюсь вы понимаете чем связаны эти риски работаете с ними если вас интересует перспектива актива не до конца сегодняшнего вечера я вам в этом не подскажу а на средний долгосрок вам нужно принимать решение уже выбирать для себя лагерь трейдеров которым вы относитесь исходя из того фона который сложился по евро кстати очень интересная тема сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен и накануне когда состоялось заседание европейского центрального банка регулятор дал понять что инфляция будет держаться на отрицательной территории друзья отрицательные значения по инфляции это то что сохранит довольно неплохим показателем доходности европейский рынок облигации если мы будем его сравнивать опять же с рынком долга сша то поймем что европейские активы может быть более перспективные инструменты то есть вот еще одна причина почему евро потенциально будет расти ему точно видим планку 120 и даже повыше я рекомендую метить как раз именно в эту область доллар индекс американской валюты 93 89 очень рассчитываю на то что для вас не какая-то сейчас патовая ситуация друзья из-за того что доллар очень сильно укрепился в его сомнились в том что он вообще будет снижаться вы очень также рассчитываю на то что прекрасно понимаете что такое поведение американского актива могло случиться и реализоваться опять же из-за того что произошло с а второй волной а к вида вчерашние данные по ввп оказались лучше ожиданий это помогло безусловно доллару но если быть реалистом все-таки реальный годовой ввп в штатах по-прежнему процента на 3,5 на 4 ниже чем тот который мы видели до пандемии то есть восстановления тотального как такового нету серьезный рост который мы видели по итогам прошлого квартала это естественное восстановление после серьезнейшего спада во втором квартале сегодня блок статистики по личным доходам личным расходам я как и всегда особых иллюзий по штатам не питаю по статистике логично ожидать ухудшение статистики из-за ситуации с к видом это произойдет дальше и все это будет вести друзья к тому что новые меры от конгресса экономического стимулирования точно анонсируют либо республиканцы либо демократы неважно после президентских выборов хотя остается надежда что сегодняшний день последний когда конгресс может поступить красиво и все-таки порадовать рынке особенно тогда когда фонда американская nasdaq dow jones snp находится вот в этом локальном нисходящем тренде поэтому по индексу доллара ставка тоже я буду транслировать и далее позицию идею того почему я все-таки сохраняя шорт но очень хочется верить то что для большинства из вас эта позиция понятна и вы в принципе разделяете ее золото 1870 ставка на лонг а также американский фондовый рынок следим за доу джонсом 26 тысяч 179 пунктов если выборы затянутся я имею ввиду если разрыв между трампом и байдена будет символичным конечно же будут предпосылки для пересмотра голосов точно тоже что было в далеком 2000 году когда президентом стал джордж буш тогда фондовый рынок просел еще от 4 до 6 процентов на неопределенности уже после выборов я друзья допускаю что рынок может дать еще небольшую коррекцию но все это будет происходить ровно до тех пор пока весь этот новостной фон не затмит сообщение об экономической поддержки со стороны американских законодателей вот ее я собственно и жду доллар канадец 1 33 25 и к продажам этого дуэта финансовых активов я вернусь только после того как пара окажется ниже отметки 1 32 как бы мы не хотели сейчас поставить на какую-то поведение и движение доллара на влияние на канадца макроэкономического фона национального по канаде рынок нефти а спутал все карты за всего лишь 4 торговой сессии снижения бренда на 10 процентов это вообще ни в какие ворота друзья я честно признаться пятый раз подряд по рынку нефти закрываю сделку по стоп лоссу вот такой неопределенный актив и надеюсь то что в будущем все таки удастся поработать более понятной предсказуемой трендовой динамикой фунт как и всегда не трогаем друзья на этом собственно все хорошего вам закрытия недели и до скорых встреч уже на следующий всем пока